Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Носить погоны. Для кого-то мечта детства, для кого-то неожиданное решение. И все же не прогадать с профессией выбрать подходящий вуз. Сегодня расскажем о Белорусской Академии МВД. Все нюансы поступления выясним у заместителя начальника отдела кадров ГУВД Мингорасполкома, подполковника милиции Евгения Иоська. Добрый день. Да, добрый день. Расскажите, кого готовят в Академии МВД? Вы знаете, в Академии МВД, вообще в системе органов внутренних дел, ведомственные, высшие учреждения образования, есть еще Могилевский институт, я хотел бы обязательно отменить. И Академия МВД и Могилевский институт, как правило, готовят специалистов в сфере юриспруденции. Специально, простым языком, это юристы-правоведы. Есть различные факультеты, но в целом специальность, которую они получают после окончания, это правоведение. А вот давайте поговорим подробнее о факультетах. Какие факультеты представлены в Академии? Вы знаете, я скажу так сначала, наверное, исходя из того, что представитель ГУВД Минградсполкома, да, столичной милиции, мы проводим, ну, рассматриваем, да, кандидатов для поступления на такие, я бы сказал, базовые, основные факультеты. Это факультет криминальной милиции в Академии МВД, да, и факультет милиции общественной безопасности. Мы говорим об Академии МВД. Конечно, есть еще следственный факультет, да, уголовно-исполнительный и так далее. Могилевский институт, мы уже о нем говорили, так, это есть факультет милиции, на котором также готовят специалистов для системы отгонов внутренних дел. Вот вы упомянули следственный, да, факультет, связанный со следствием, и криминальный. Расскажите вот простому обывателю, чем они отличаются? Для меня они звучат как бы одинаково. Вы знаете, тонкости, нюансы, да, есть на каждом факультете, вот, но если говорить о целенаправленной подготовке специалистов, то обучение курсантов, так, именно уже на, там, старших курсах, назовем, да, точечная дисциплина, которая. Поэтому вначале, если мы говорим об общем, да, обывателю, это высшее образование, связанное с испытанием правоведения. Это самое главное, что нужно знать нашим слушателям на начальном этапе, я бы так, наверное, сказал. А можно ли поступать в Академию МВД девушкам? Актуальный вопрос, он из года в год, да, куда девушкам пойти учиться? Да, конечно, девушки рассматриваются как кандидаты для поступления в учреждения, высшее учреждение образования МВД, за исключением, за маленьким, но. В 2023 году девушки будут рассматриваться как в Могилевский институт на факультет милиции, да, там, правовое обеспечение общественной безопасности, а также в уголовно-исполнительной факультете. То есть выбор у девушек не так широк, конечно, как у парней. И конкурс, конечно, для них, соответственно, девушек много, всегда хочет поступать, и конкурс для них большой. Вот это, кстати, неожиданно, что девушек всегда хочет много, ну, для меня лично. А расскажите, у них какие-то разные баллы, да, по отношению с юношами или одинаковые проходные баллы у всех? Да, конечно, баллы разные, как для Академии МВД, так и для Могилевского института, так и для мальчиков и для девочек. Вы знаете, в этом году есть небольшое новшество для поступления в ведомственные вузы МВД, Академии Могилевского института. В этом году конкурс будет один, не конкурс, а приемная комиссия будет одна для двух вузов, да, она будет основана на базе Академии МВД, и, соответственно, вот поступление абитуриентов, да, будущих курсантов, надеюсь, всем, как говорится, удачи в поступлении, да, оно будет проходить в Академии. И если мы вернемся к прошлому году, да, то я готов сказать, например, что в прошлом году баллы для поступления, например, на факультет, уже на факультет криминальной милиции, есть там экономическое право, например, да, было порядка 250. Если мы говорим о Могилевском институте, то проходной балл, мы говорим о минимальном, да, он был, по-моему, порядка 180. Для девушек проходные баллы были 320, ну вот в таком. Ого, какая разница, почти в два раза. Да, ну количество девушек, желающих прийти на службу в органы внутренних дел и стать курсантами, да, Академии, либо Могилева, оно всегда из года в год, оно большое, как и мальчиков. То есть мы проводим, ну, хочу сказать, что мы проводим именно отбор кандидатов, которые действительно по своим морально-деловым качествам и физической готовности, подготовке будут готовы выстоять вот тяготы, да, лишения, потому что, ну, с первого дня он становится курсантом, он становится, поступает на службу в органы внутренних дел, и эти моменты накладывают на него ряд обязательств. Прохождение службы в органах внутренних дел, кроме учебы. А от абитуриента требуется какая-то вот физическая подготовка, он как-то ее доказывает при поступлении? Скажем так, для того, чтобы поступить в Академию, либо Могилевский институт, да, необходимо сдать, это вот новшество с этого года, централизованный экзамен, да, и тестирование, это вот именно предметы. Физическая подготовка не сдается, как именно такой экзамен, да, но в процессе обучения я рекомендую всем, как мальчикам и девочкам, сейчас готовиться для того, чтобы быть физически выносливым, потому что большой акцент уделяется физической готовности, в том числе и во время обучения. Понятно. А вот расскажите еще, кстати, какой факультет, как правило, вот на какой факультет рвутся поступить многие парни и девушки? Я так понимаю, у них немножко разные предпочтения, да? Вы знаете, сложно, наверное, выделить было бы на какой факультет, да? Как правило, у всех возникает вопрос, я хочу быть милиционером, так, ну вот, обывательское такое, потому что я с каждым кандидатом, абитуриентом, будущим курсантом, опять повторюсь, желаю всем поступить, общаюсь и хочу сам понять, что предложить человеку, на какой факультет написать заявление, потому что в основном дети, они еще точно не знают, чем они будут заниматься, им нужно рассказать и объяснить. Конечно, да. А вот назовите несколько дисциплин, которые, на ваш взгляд, могут вызвать особый интерес у учащихся. Скажу так, когда-то в свое время я сам был курсантом Академии МВД, и мне очень вот прям запали в душ, это оперативно-розыскная деятельность, очень интересная дисциплина, криминалистика. И вы знаете, наверное, как мужчина, да, скажу это простым, физическая культура, да, там называется профессиональная прикладная физическая подготовка. Вот тренирует, закаливает прям. Этим и зацепило, да, что так проверяют силу, скажем так, духа и физическую. Свою выносливость, конечно, свою выносливость. Давайте еще раз обобщим, какие испытания предстоит сдать абитуриентам. Значит, смотрите, необходимо сдать русский-белорусский, так, это обществоведение и иностранный язык. Два предмета – это централизованный экзамен, и, соответственно, третий предмет – это централизованное тестирование. Момент такой хотел бы еще, знаете, отметить. Записи, понятно, есть, да, определенные дни, когда это все проводится. Это убедительная просьба не забывать об этом, да, наших абитуриентов, потому что, ну, очень обидно будет, так, скажем так, пропустить. Но и для того, чтобы стать курсантом, назовем так, нужно сегодня, а я бы точнее сказал вчера, обратиться в любой орган внутренних дел, там, по месту жительства. Если кто-то хочет в городе Минске проходить в будущем, спустя 4 года службы, значит, нужно прийти в город Минск, в любое районное управление, в советское, в фронте, в принципе, разница есть, сказать, я хочу быть сотрудником милиции и хочу поступить в академию, например, либо в Могилевский. Сотрудники группы кадров сориентируют, подскажут, что как надо и какие документы необходимо собирать. Но это нужно делать уже сегодня, потому что есть определенный, да, процесс, с которым сбора документов и прохождение медицинских комиссий. А кого зачислят без вступительных испытаний? Кто эти счастливчики? Вы знаете, ну, пускай это будут счастливчики, так, есть определенная категория, так, это кадеты, суворовцы, так, учащиеся, ну, лица прошедших обучения, там, в военно-патриотических, да, клубах. Есть определенная градация по проходным баллам и так далее и тому подобное. Есть, наверное, проще сказать вслух, это есть нормативный акт, указ президента Республики Беларусь от 3 января, где более подробно указаны все тонкости, нюансы, так, кому без вступительных испытаний и так далее и тому подобное будет зачислено. Но, повторюсь же, для того, чтобы было проще, всем доступен интернет, любое районное управление города Минска, телефон группы кадров, всегда ответим на интересующиеся вопросы. Я напомню, что у нас в гостях заместитель начальника отдела кадров ГУВД Мингоросполкома, подполковник милиции Евгений Иосько. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу, оставайся на Радиус ФМ. Ты слушаешь шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Мы снова в прямом эфире у микрофона Александра Мелешко. А в гостях у нас заместитель начальника отдела кадров ГУВД Мингоросполкома, подполковник милиции Евгений Иосько. И сегодня мы выясняем, как поступить в Академию МВД. Расскажите, какое количество бюджетных мест предоставляется? Вы знаете, в этом году планируется предоставление следующих количеств, например, мест. Если мы говорим об Академии МВД, то по операционной деятельности это порядка 80. По экономическому праву, то есть операционная деятельность, специализация, 50 мест. То есть все зависит от факультета, от специализации, которую выбирает будущий курсант. Но в принципе их немало, достаточно, мне кажется. Достаточно, но конкурс довольно-таки большой, поэтому, знаете, когда родители в большей степени спрашивают, что нужно, что поступить, я всегда отвечаю одним вопросом. Хорошая учеба. Да, это верно. Какие проходные баллы на бюджет приблизительно были в прошлом году? Мы говорили уже, да, в первой части, поэтому я скажу о том, что, знаете, вот если брать об экономическом праве, то это порядка 248 проходной балл был. Там, например, по операционной деятельности это 253, например, так. Если мы говорим об Могилевском институте, да, там порядка 180 было. То есть все зависит, опять же, от вуза, от факультета. Ну, приблизительно, вот что-то в таком плане были проходные баллы. Поэтому, опять же, учеба, учеба, еще раз учеба. И меня удивил еще тот факт, что, да, для девушек там вообще баллы в два раза выше. Для девушек, если мы говорим об Могилевском институте, то для девушек в прошлом году конкурс был 299, если мне память не изменяет. Обалдеть. Расскажите, а когда стартует подача документов? Подача документов вчера. Вчера нужно вот начинать, да. Уже нужно приходить в любой район управления города Минска. Если, повторюсь, опять же, наш абитуриент, курсант и в будущем выпускник, лейтенант захочет проходить службу в городе Минске. Разницы нет, где он живет. Витя, Пскорша и так далее. Если хочешь остаться работать, проходить службу дальше в Минск, необходимо к нам прийти и сказать, я хочу быть милиционером. В любое районное управление сегодня приходить, писать заявление. Кадровики, сотрудники кадров все объяснят, подскажут на простом языке, доступно. Все главное, делать все быстро, оперативно, четко и слаженно. Есть цель, мы должны к ней идти. Да, и начинать шевелиться уже сейчас, да. Как долго предстоит учиться поступившим? Четыре года. Четыре года обучения, но обучение четыре года того стоит. Да. А где можно найти более подробную информацию о поступлении, если вдруг остались какие-то вопросы? Смотрите, интернет всем доступен. Так, понятно, это сайт Академии МВД Республики Беларусь, Могилевского института. Да, в любом поисковике можно вбить два простых слова. Я милиционер, да, я хочу стать милиционером. И вас, вам покажут ссылки на наш канал в инстаграме, например, да. Беларусь, Минск, милиция города Минска, наш профориентационный инстаграм-канал. Это так и называется, я милиционер, да, все просто. Поэтому интернет вещь такая, все подскажет. Первая фраза, точнее, одна фраза, хочу стать милиционером. Да, Гугл сориентирует. Ну и вы достаточно широко, я хочу отметить, представлены в социальных сетях. Это не может не радовать для молодежи. Вы тоже заканчивали Академию МВД, да, вы уже обмолвились этим несколько раз в процессе нашего интервью. Расскажите в паре слов о своей учебе и какие у вас самые яркие такие воспоминания. Вы знаете, повторюсь, четыре года для курсантов это будет незабываемое время. Моя учеба также была незабываемая. Общаюсь до сих пор со всеми своими однокурсниками. Были веселые моменты, интересные, совместные. Самое главное, что хочу отметить, что учеба в Академии, она закаляет, она показывает тебе, что такое дружба, что такое товарищество и чувство поддержки и плеча. Начинаешь ценить моменты, о которых ты даже раньше никогда не задумывался. Дайте пару советов абитуриентам. Совет абитуриентам. Все мы были в этой стези, скажем так. Для того, чтобы поступить, повторюсь, учитесь. Дотягивайте, подтягивайте, узнавайте. Есть еще время, потому что это будет важно при поступлении и потом в последующем во время обучения. Учеба, учеба и еще раз учеба. И не забывайте о физической подготовке. Спорт – это жизнь. Как часто надо тренироваться, чтобы достичь хорошей физической подготовки, которой хватит в Академии МВД? Вот на ваш взгляд. Как часто? Да. Вы знаете, все зависит от каждого человека. Если человек живет спортом, он будет хотеть это делать каждый день. Но, понятно, организм, нагрузки, отдых нужен. Да еще и абитуриент, еще все выучу, подготовься к централизованному экзамену. Все субъективно. Но я бы лично уделял занятий именно такой активной физической подготовке как минимум три раза в неделю. Условно, понедельник, тогда суббота, чтобы давать время на отдых организму. Но, повторюсь же, это для каждого человека индивидуально. Ну и учебу тоже не забрасываем, чтобы достичь тех самых заветных баллов, чтобы пройти на бюджет. Спасибо большое за интересное интервью. На сегодня это все. Если ты вдруг не успел нас послушать, то запись эфира будет сохранена на сайте RadiusFM.by и на нашем YouTube-канале. Оставайся на нашей волне и хорошего тебе дня. Слушай в подкастах на сайте RadiusFM.by